Лебзяк победил с французом Дови, призером чемпионата мира. Наконец Михайлова из команды Успекистана. И остается 13 очков преимущества, 25 секунд до конца этого боя. 13 очков выигрывает Александр Лебзяк. И теперь он уже никому не отдает своей такой долгожданной победы. Осторожно, пропустил удар правой, 16 секунд. В этом весе любой удар может быть последним. Лебзяк это прекрасно знает, но предпочитает не форсировать события. Он ведет, он контролирует ситуацию на ринге, пропускает встречный удар и наносит удар. Судьи считают ему очков. Все, за секунду до конца, все. Александр Лебзяк. Я поздравляю вас, дорогие друзья. Сборная России завоевывает две золотые олимпийские медали в боксе. Две золотые медали. Как вы будете праздновать победу, Константин Александр? Вопрос обоим. Как праздновать? Как праздновать? Сейчас мы с Костиком по бутылочке пива выпьем и разъедемся по домам. Все, а у нас самолет сейчас. Мы с ним увидимся в Комсомольске-на-Амуре. И там уже гульнем. Кубинский спортсмен, который всю жизнь шел к олимпийскому золоту, а выиграв его, расстроился. Да так, что даже отказался общаться с журналистами. Не спешите с ответом. Вольная борьба. Весовая категория 85 килограммов. Финал. Адам Сайтиев против кубинца Ромеро. С первых секунд Адам начал такую атаку, что его соперник просто потерялся. Посмотрите, кубинец, словно спарринг-партнер, летал по ковру, а судья только успевал считать очки. К сороковой секунде Сайтиев вел 4-0. И продолжал атаковать. Агрессивно, мощно, в своей только ему присущей манере. Так бороться здесь, в Сиднее, он начал после того, как его старший брат, олимпийский чемпион, капитан команды, Бувайсар Сайтиев, выбыл из борьбы еще в квалификационном турнире. Причем выбыл не без помощи судей, откровенно тащивших в финал американского борца. Младший брат Бувайсара, Адам сделал все, чтобы олимпийским чемпионом стал Сайтиев. И он победил. Причем как, посмотрите, чистая победа. В финале олимпийского турнира это бывает, ой, как нечасто. В зал бесновался, скандируя Адам, Адам, а в глазах олимпийского чемпиона была грусть. Уходя с ковра, он так и не дал интервью ни одной из телекомпаний. И нам лишь чудом удалось уговорить олимпийского чемпиона объяснить причину этой грусти. Адам, золотая олимпийская медаль, но в ваших глазах нет радости. Почему? Не знаю, наверное, за брата. Он должен был, он выиграть, а я как бы не был уверенности. Не из-за этого, наверное, его судьи зажали. Для меня это не имеет такого значения, как бы если бы мы выиграли вдвоем, это было бы золотая, а вот это для меня не... Завершали олимпийский турнир борцов вольного стиля настоящие гиганты. Весовая категория 130 килограммов. И здесь, в финале, боролся россиянин Давид Мусульбес. Вот он на ваших экранах в синем трико. Опытнейший спортсмен, двукратный чемпион Европы, только вот невезучий жутко. То его вообще не брали в команду, то брали, а он проигрывал. Почему? Ответа на этот вопрос не было. И вот, наконец, здесь, в Сиднее, Давид дошел до финала. Гляфом в этой схватке выступал борец из Узбекистана Артур Таймазов. Молодой, но очень мощный двухметровый детина. В олимпийском квалификационном турнире накануне ему не было равных. И эту схватку он начал агрессивно, сразу заработал очко. Но опыт, он может прийти только с годами. А россиянин в свои 28, пройдя сверхсложную школу, множество международных турниров точно знал, что и как ему делать. И вот он уже ведет 4-2. Может быть, в этой схватке не было сверхзрелищных бросков. Однако тактика, выбранная Давидом Мусумбесом, приносила заветные очки. Меньше минуты до конца хватки зал неистовствует. Так близко желанное всем олимпийское золото в весовой категории 130 килограммов. Надо отдать Таймазову должное. Он боролся до конца. Даже когда надежды стали совсем иллюзорными, он рискнул. И не его вина, что опытный Давид вновь поймал его и перевел в портер. Так, последние секунды, последние отчаянные попытки. Все. Давид Мусумбес – олимпийский чемпион Сиднея. Спортсмены отдали в этой схватке столько сил, что Таймазов даже не сразу сумел подняться с ковра. Да и сам чемпион, еще не веря в свое счастье, с трудом смог вскинуть вверх руки. В первые секунды после победы олимпийский чемпион даже не смог понять, что случилось. Честно говоря, такое ощущение, как будто еще ничего не было. Как будто еще ничего не провел, ни одни схватки, только все впереди, такое ощущение, что еще это так должно быть трудно быть, что с ног валиться, так надо должно быть, чтобы биться. Ну вот как-то так получилось с жеребьевкой связано. Чуть-чуть повезло. И поэтому как-то еще непонятное ощущение, как таково до конца не разобрался. Когда почувствовали, что вот оно действительно золото? Или не было ощущения такого до конца? Честно говоря, уверенность в золото не было. Я себя не настраивал никогда, что я стану обладателем золотой медали или тому подобное. У меня такое было настроение, что я сейчас готов. И просто это такая схватка, которая... Надо просто выйти и отбороться на одном вздохе. Итак, несмотря на прогнозы скептиков, борцы-вольники выступили в Сиднее просто блестяще. Где они, хваленые американцы, немцы? Четыре раза. Под сводами этого зала звучал российский гимн. Четыре золотые олимпийские медали подарили нам борцы вольного стиля. Кроме того, серебро арсена Хитинова в весовой категории 69 килограммов. Российские вольники заняли первое место в неофициальном командном первенстве. Россия вновь лучшая в этом виде. И этим можно гордиться. В целом, ну, я очень рад, что мы командой выиграли первое место. Это неофициальный, вроде, зачетный этап. Первое место наше. Сильно горцевали американцы. Я их очень уважаю. Но я не люблю невоспитанных людей. Тренеры вообще не здороваются. Спортсмены их не грубят, хамят. Вот буквально. Вот так вот ходили, знаете. А мы их успокоили спокойненько. И я не злорадствую. Но все-таки пускай они учатся у жизни. Так нельзя. Борьба это борьба, а жизнь продолжается. Наконец-то наша мужская волейбольная сборная реально борется за золото. Не претендует, а именно борется. Наконец-то, потому что действительно заждались. Последний раз наши волейболисты становились первыми. Представьте, 20 лет назад. 20 долгих лет. Произошло это еще на московских играх 80-го года. А потом 4 Олимпиады без золота. Все время чего-то не хватало. Это роковое чуть-чуть в последние годы все чаще и чаще мешает российским командам в игровых видах спорта. Наши волейболисты, трехкратные победители Олимпиад за последнее десятилетие, играли в финале лишь однажды. В Сеуле в 88-м году был проигрыш американца. Все, на этом достижения мужского волейбола заканчиваются. И вот Австралия. И снова надежды, переживания и опять надежды. Команда, что называется, на ходу. Правда, надо отдать должное и соперникам. На Олимпиаде собираются все лучшие державы мира. Говорительный турнир только укрепляет веру в боеспособность россиян. Лишь одно поражение от итальянской сборной в итоге второе место в группе. Создается впечатление, что все в порядке. Остается сделать три шага. Всего три победы и долгожданное золото наше. Четвертьфинал. Успех в поединке с сильной кубой 3-2. Полуфинал. Обыгрываем аргентинцев 3-1. И вот он, последний матч. Последний шаг к триумфу. На пути остается лишь сборная Югославии. Сборная России вторая в мировом рейтинге. А это сетпоинт второй партии. Подает Горан Вуевич. Критический момент. И решающие 25-е очко Югославы набирают с подачи. Счет матча становится 2-0. Удастся ли нашим ребятам собраться? Ведь это последняя надежда. Надежда на золотую медаль. То, что делают на площадке Югославы в третьей партии, высший пилотаж. А российские волейболисты с каждым очком все меньше верят в свои силы. Постепенно исчезает уверенность, появившаяся после предварительного турнира. Кажется, простой розыгрыш. Надо забивать. Но Игорь Шулепов бьет в блок. Хотя в другой ситуации забивает 9 таких мячей из 10. Все ближе концовка третьей партии. И с каждым набранным очком мучительно тает российская надежда. Надежда на победу, которую ждали так долго и которая была так близко. Очередной розыгрыш и мяч словно заколдованный. Вроде бы все правильно. Шулепов пасует, Герасимов бьет. Но мяч раз за разом попадает в блок. Атакуем справа или слева разницы никакой. И уже нет слов, которые способны изменить что-нибудь. Воодушевленные югославы просто летают над сеткой. У них получается все. А что же наши ребята? Нет, никто не опускает рук. Но бывают. Бывают в спортивной жизни такие моменты, когда из этих самых рук все валится. И ничего уже не сделаешь. Соперник ловит кураж. И делают это югославские волейболисты в самый неподходящий момент. В олимпийском финале. Все закончено. Золото у югославов. Наши ребята приносят России серебряную медаль. С финиша последнего номера программы. Олимпийского марафона должна начаться в торжественной церемонии закрытия игр в Сиднее. Эту шикарную идею оценили все. Даже те, кто от нее, в общем-то, и пострадал. Участники олимпийского марафона. Почему пострадал? Итак, старт. Дело в том, что старт дается в 4 часа дня. В самое пекло. Под 30 градусов. И спасает только одно. Ветер. К огромной радости участников с утра в Сиднее задуло Буттинати. Среди 100 марафонцев двое наших. 2875 номер. Вот он в центре кадра. Дмитрий Капитонов. И еще один россиянин. Павел Кокин. Он пока держится в тени. То, что марафон начинается после 35-го километра, сказано уже тысячу раз. И в этом я убедился еще раз. Вот сейчас 35 с лишним километров позади. Тройка лидеров. Два бегуна из Эфиопии. Гезахи Абера. И Цфайя Тола. И кинеец справа номер 2394. Эрик Вейнаина. Уже сейчас абсолютно точно ясно, что кто-то из этих троих будет олимпийским чемпионом. И почти наверняка. Эти трое и разыграют олимпийские медали. Кинеец. Вейнаина оказался самым шустрым. То и дело пытается уйти вперед. Но вот сейчас, смотрите. Просит Эфиопа. Аберу, чтобы тот вышел вперед. Но Эфиоп не соглашается. У него другие планы. Он не хочет помогать Кеницу. Что происходит на дистанции? Джон Браун. Англичанин. Он только что отстал. И пока что бежит четвертым. А тем временем, тем временем. Вот Кениц допросился Эфиопа. И Абера пошел вперед. Но в его планы уже не входит помогать Кеницу. Смотрите, как резко он прибавляет. Все. Этот разрыв уже не сократить. Вот кульминация марафона на ваших глазах. Эфиоп Абера уходит в отрыв. И все. Сократить его практически невозможно. Олимпийский стадион. Гезахи Абера из Эфиопии. Встречаемый овациями 110-тысячного стадиона Австралия своим появлением на дорожке начинает торжественную церемонию закрытия игр. Заодно и выигрывает Олимпийское золото в марафоне. Два часа 10 минут 11 секунд его результат. Но результат для Олимпийского марафона какое имеет значение. Но между тем секунды очень хорошие. Кенеец Ирик Войнаина. Второй. Два 10-31. Проходит 7 минут и финиширует лучший из наших. Вот он там в толпе. В голубой маечке Павел Кокин. 26-м он финиширует. А слева еще один россиянин. Дмитрий Капитонов. Тоже в голубой маечке. В сборной России. Но ему еще круг надо пробежать. И он будет только 32-й. Но внимание. Вот это Элиас Родригес из Микронезии. Человек входит в историю. Смотрите торжественный момент. Вот так финиширует последний участник. Последней Олимпиады уходящего тысячелетия. Или как ее называют здесь в Сиднее. Первой Олимпиады. Нового миллениума. Сегодня в последний день Олимпиады завершили борьбу ватерполистов. У российской команды в итоге серебряные медали. И это несомненный успех нашего водного пола. Да, в финальном матче мы проиграли венграм 6-13. Просто уже сил не оставалось после труднейшей победы в полуфинальном матче с олимпийскими чемпионами Атланты, действующими чемпионами мира испанцами. Когда нашим ребятам пришлось провести три дополнительных тайма. Фактически сыграть еще один матч. И все это было вчера. Не осталось ни эмоциональных, ни физических сил. В игровых видах спорта серебряные призеры нередко расстроены. Почему? Да потому что проиграли в борьбе за золото. Радость на самом деле придет потом. Ведь олимпийское серебро – это возрождение нашего водного пола. Возвращение былого авторитета. И ребята это понимают не хуже нас с вами. Ведь по сравнению с Атлантой сделан колоссальный рывок вперед. Что не получилось? Слишком много эмоций отдали во вчерашнем матче? Нет, я думаю, что просто устали во вчерашнем матче очень сильно. И тем более у нас выбыло два игрока. Я думаю, все-таки физически они у нас были сильнее. А так эмоциями мы тоже были готовы играть эту игру. И мы все, что могли, вначале сделали. Просто они были физически сильнее нас. Вот я смотрю на вас. У вас как-то и усталость, да, такая, она есть усталость. Но вот не выложились эмоционально. То есть нет удовлетворения от этой игры. То есть я думаю, что если бы сейчас дали переиграть, наверное, результат бы был иной. Я думаю, конечно, другой был результат бы. Я думаю, что, конечно, теперь они устали, и мы теперь в равных ситуациях были бы. Ну, эмоции, конечно, выиграли бы, эмоции бы выплескивались. А что? Ну, мы и так, наверное, сделали все, что могли из-за этой ситуации. Я всех ребят тоже благодарю, что они боролись. Второе место тоже неплохой результат. Я вообще хочу поблагодарить всех тех, кто в нас верил. Всех наших тренеров детских, кто нас вырастил, родителей, всех близких. Большое спасибо, что нас болели, верили в нас. Мы постарались, сделали все, что могли. Нет наших спортсменов в этом виде олимпийской программы. Но мы не можем не показать вам на прощание соревнования в конкуре. По двум причинам. Первое – конкур ветеран олимпийской программы, и традиционно им закрывается последний день соревнований. Причем на главной спортивной арене. Но как ни просила об этом сестра короля Испании Дония Пилар де Бурбон, председатель Международной Федерации Конного Спорта, организаторы Олимпиады в Сиднее ей отказали. Технология закрытия Олимпиады, которая, похоже, австралийцы собираются удивить мир не меньше, чем открытием, настолько сложна, что препятствия для конкура на поле главного стадиона Игорь разместить не позволили, несмотря даже на просьбу испанской принцессы. Вторая причина включения конкура в наш последний дневник – это дань уважения хозяевам Олимпиады, для которых конный спорт – одна из самых привлекательных спортивных дисциплин. Достаточно сказать, что для Олимпиады они построили специальный конный стадион в Хенсли парке. Более того, это соревнование на окраине Сиднея приехало почти 60 тысяч зрителей. Когда в Австралии распустили каварилийские полки, ни у кого не поднялась рука забить армейских лошадей. Посмотрите, разве можно уничтожать такую красоту? Так вот, лошадей выпустили в центре континента на волю, где они сбились в табуны и живут на свободе уже не один десяток лет. Надеюсь, мой рассказ не помешал вам насладиться прекрасными движениями белоснежного съема, а управляет им чемпион 27-х игр Йорн Дюбельдам из Нидерландов. И это одно из последних мгновений Олимпиады Тысячелетия, как ее называют в Австралии.